МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА — Таких выборов у нас никогда не было. Мы с удивлением неким, я думаю, люди, которые этим занимаются, думают, анализируют, можем констатировать, что у нас удивительный расклад, удивительная ситуация, когда все кандидаты в ситуации не выиграть, а не проиграть. И все получат свое. Почему? Потому что у всех разные цели. То есть такой ситуации у нас еще в Республике Бурятия не было. Если анализировать каждого конкретного кандидата, то есть мы находимся в ситуации очевидности. — Когда интриги не будет. — Когда интриги не будет, когда нет порога явки, когда независимо от того, какая будет явка, результат очевиден и уже известен. И на самом деле кандидаты занимаются не выборами. — Может быть, о целях тогда очень кратко, да? — Да. — У кого какие цели? — Алексей Цыденов, исполняющий обязанности главы, назначен не так давно, человек относительно новый, скажем так. И какая цель на сегодняшний день, с учетом всех тех событий, которые происходят, я считаю, это цель не выборы главы республики, а выборы президента страны. — И все, в общем-то, в этой системе выстраивается, вся работа, вся деятельность? — Об этом можно судить по тому, как ведет себя Алексей Цыденов, что он говорит, какие он решения принимает, чем он занимается. Отказавшись от дебатов, как от ненужных совершенно на сегодняшний день вещей, он занимается чисто хозяйственными вопросами. Его задача, как технократа, обеспечить подход республики вот к данному событию. Будет ли это событие с участием Путина или какого-то другого кандидата? Вот это и справится ли республика вот с тем, что ей предстоит, это гораздо сегодня важнее, чем 10 сентября. — Задача подготовить. — Задача подготовить, подойти с должной командой, а команда уже собирается, подбирается с хорошими результатами. А вот результаты у нас, конечно, к сожалению, не ахти какие, потому что вот совершенно неожиданно на общественном телевидении России, не так давно было выступление очень известного экономиста, профессора МГУ Натальи Зубаревичей. Вот Наталья Зубаревич, к величайшему изумлению жителей республики Бурятия, констатировала, что по итогам прошлого, 16-го года, падение промышленного производства в республике Бурятия произошло на 26%. Знаете, великую американскую депрессию, которая длилась 10 лет, падение произошло на 30%. А в республике Бурятия за один год промышленность, как выразилась Наталья Зубаревич, грохнулась на 26%. И сегодня я вот просто полагаю, что команда Цеденова, задача перед командой стоит, чтобы не случилось еще хуже, удержать эти позиции, как это удастся до марта. Почему мы не говорим о росте, мы говорим хотя бы о стабильности. Мы говорим о том, чтобы хоть хуже не было бы. Ну, у нас есть еще два кандидата, вот все-таки у них какая программа, какие цели? Ну, очевидно, что это молодые, перспективные, активные политики, кандидаты, которые двигают, прежде всего, свои партии. И их задача обеспечить прохождение, получение мандатов на выборах в Народных Урал в 2018 году. Более того, я считаю, у ЛДПР стоит задача все-таки создать фракцию, которую они некогда потеряли. Ну вот, а каким образом, более подробно, мы поговорили об этом в программе, актуальная тема, смотрите уже сегодня, а мы продолжаем выпуск.